На самом деле мы давно ждали новый закон, и союз дачников Подмосковья и многие садоводы по всей нашей большой стране, они просили принять новый закон садоводства, потому что тот закон, который действует, он был принят в 90-е годы, он морально устарел, он порождал массу споров, которые, к сожалению, приходилось решать и в судах, а те, кто до судов не доходили, они решали на своих участках. В разной борьбе садовой, так скажем, поэтому закон новый нужен, а в целом это достаточно современный закон, который позволяет решить как раз те накопившиеся проблемы, которые сложились в наших садово-удачных товариществах. Давайте пойдем по порядку, наверное, первое, что больше всего всех волнует, это деньги. Раньше было неограниченное количество взносов, которые можно было взимать садоводами, сейчас их только два вида взносов. Это членский взнос и это целевой взнос. Членский и целевой взнос, их размеры определяются самими дачниками и садоводами на общих собраниях СНТ, которые проходят, должны проводиться не реже одного раза в год и определять, соответственно, величину этих взносов. Мы ушли умышленно от такого вида взноса, как вступительный взнос, потому что это была такая лавочка для того, чтобы обобрать новых садоводов или не пустить кого-то в наше СНТ. Поэтому от этого вида взносов ушли, и мы их приветствуем, и с этой инициативой выступаем. Других денег в СНТ собирать нельзя. Это самое главное. Третий блок вопросов – это название. Дело в том, что у нас было в предыдущем действующем, пока что в законе, 9 видов названия. И это было и товарищество, и общество, и кооператив, и так далее, и садовое, и дачное, и огородничество. Теперь их только 2-2 вида – это садовое товарищество и огородничество, которые упрощают работу государственных органов, но и перечисляют жизнь нас, садоводов, председателей, если дача никуда не пропадет. Это два русских слова – бабушка и дача, которые так хорошо помнят иностранцы. Поэтому дачная жизнь, дачная традиция, дачная культура – все останется. И дачники останутся. Поэтому я абсолютно не согласен, если это было сказано, если не вырвано из контекста. Что куда-то что-то пропадет, ничего не пропадет. И более того, дачники останутся дачниками. Останутся дачные поселки. Мы имеем, и будем речь исключительно о садоводческих организациях. А дачные поселки, дачные некоммерческие товарищества – это все остается, это действует. И никаким образом этот закон не распространяется на существующие наши дачные объединения.